Ну, не знаю, есть же какие-то и неформальные способы. Вы знаете, такой есть замечательный поэт Александр Вулых. У него есть поэма про Роллс-Ройс, и там, в частности, обыгрывается тот миф, или не миф, это вы мне расскажете, что чиновник госнаркоконтроля борется с наркотиками, употребляя попеременно, орально и внутривенно. Значит, вот как бы наркотики. И вообще существует такое мнение, что целиком эта вот служба федеральная, и, кстати, и ваше ведомство тоже, на самом деле опосредованно, может быть, этого не понимаю, работают на наркомафию. Я поясню, в чем дело. Вот, допустим, кофеин. Это же наркотик. Рано или поздно вы же запретите употреблять кофеин. Мы нет. Мы нет. Почему нет? Вы же выступаете, допустим, против ЛСД. Вы же ЛСД называете наркотиком. Да. А при этом ваши коллеги-медики, тут очень наркологи, говорят, что ЛСД вообще ни разу не наркотик. К нему нет никакого привыкания. Что это медикамент гораздо безвреднее, чем многие из тех, которые продаются. Ну, у нас популяризаторов наркотиков достаточно много в разных слоях населения. У нас среди врачей тоже есть люди, которые утверждают, профессора, которые утверждают, что человек имеет право употреблять наркотики, поэтому общество должно предоставить ему право покупать эти наркотики. Так что, ну, чудо-хожество. Иначе он будет покупать их, не уплачивая ни налоги. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва-24.